О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте, коротко о темах. Более 170 лесных пожаров действуют в Якутии на сегодня. Как ведет борьба с огнем? Олимпийские чемпионы делятся опытом. Форум юных олимпийцев от Олимпийского комитета России собрал юных спортсменов в Якутии, на чем узнали будущий чемпион. Торжество Грации. Стартовали соревнования по одному из самых изящных видов спорта, а именно по художественной гимнастике. Игры Дети Азии – это не только соревнования, но и знакомство с культурой и историей Якутии. Для спортсменов предусмотрено множество выставок и экскурсий. Книжный ветер. Писатели, критики и библиотекари собрались на площади Рженикидзе в Якутске. Завершилась первая международная ярмарка. Более 170 лесных пожаров на общей площади. Порядка 600 тысяч гектаров действуют в Якутии на сегодня. Об этом сообщает Уперштаб. Наиболее сложная обстановка в Алёкминском, Тампонском и Усть-Майском районах. В настоящее время силы МЧС тушат 33 пожара на площади в 2500 гектаров. Локализовано 7 очагов на площади 27 тысяч гектаров. В том числе пожар в селе Сылг-Этар Среднеколымского района. Борьбу с огнем ведут почти 1400 человек и 60 единиц техники. Во время работы штаба пришел сигнал пожара близ поселка Хани, где штабам принято решение переброски сил, которые прибыли с Бурятии. В этом плане уверен, что пожар, который появился в результате сухих гроз в районе поселка Хани, будет, как говорится, удержан в кратчайшие сроки. Полным ходом идет первый тур навигации по доставке жизнеобеспечивающих грузов. В этом году планируют завести 1 миллион 250 тысяч тонн. Из них на данный момент доставлено 27%. В первую очередь завершен завоз грузов по быстромелеющим рекам Амгам и Вилюй. Прикрепленные министерства, ведомства и организация пароходства, а также ответственные работники контролируют навигацию до места назначения. В настоящее время перевозчики ведут активную подготовку к навигации на северных реках. Кроме этого, на северных реках продолжается активно перевозка диапонационных грузов. На реке Яна это порядка 178 тысяч тонн завоза. Сегодня уже выполнено порядка 40 тысяч тонн. Ну и на остальных реках выдерживаются плановые графики. Движение большегрузов по Оленской трассе Мухтуя ограничили до 30 июня. Связано это с сезонной оттайкой дорожного полотна. Подробности далее. Дорога рассчитана на прохождение по ней машин весом не более 25 тонн. А интенсивное движение нефтевозов, вес которых составляет около 90 тонн, стало основной причиной проблемного состояния автодороги. Об этом и путях решения проблемы говорили на девятой сессии районного совета депутатов. Дорога в тяжелом состоянии, но мы, дорожники, принимаем все меры для того, чтобы исправить ситуацию. Сейчас там круглосуточно работает порядка 39 единиц техники круглосуточно. Завозятся материалы, дорога выравнивается, засыпается колея, провалы. Поэтому дорогу выправим, все доедут по назначению. В июне грейдеры и бульдозеры Муата разровняли грунт и засыпали колеи. На время дождя у дороги выставляют знак «Проезд запрещен» и останавливают движение сверхгабаритного транспорта, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Легковые автомобили и грузовые машины с продуктами первой необходимости пропускают вперед. В июле этого года ожидается запуск нефтепровода, большегрузы уйдут с автодороги Мухтуя и основная причина ее разрушения исчезнет. Участникам спецоперации и их семьям предоставляется единовременная адресная помощь на подключение к источникам теплоснабжения. Сумма от помощи для центральных районов 125 тысяч рублей, а для бойцов из арктических районов 140 тысяч. Если участник ОСВО или члены его семьи проживают в Мирненском, Ленском, Алёкнинском, Нюрбинском и Сунтарском районах, то у них есть возможность получить 50 тысяч рублей. Таким образом, на сегодняшний день материальная помощь оказана 116 военнослужащим и членам их семей на общую сумму более 17 миллионов рублей. Я хочу отметить, что для участников специальной военной операции и для членов их семей такая помощь предоставляется без учета их доходов. Поэтому, если есть потребность в подключении частного жилого дома к газу, либо к централизованным источникам теплоснабжения, нужно обратиться либо в орган местного самоуправления по месту жительства, либо в управление социальной защиты. Российские космонавты на Международной космической станции записали для участников восьмых игр Дети Азии особенное приветствие. Они поздравили юных спортсменов, находясь в невесомости, вместе с этническим символом, продвигающим культуру, традиции и языки коренных малочисленных народов Северо-Арктики, куклой Кандыка. Заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов подчеркнул, что успех проекта с отправкой куклы Кандыка на МКС – это не просто яркое событие, а демонстрация важного принципа поддержки креативных индустрий и развития потенциала молодого поколения. Дорогие друзья, мы российские космонавты Олег Каноненко, Николай Чуб и Александр Гребенкин приветствуем вас с борта Международной космической станции. В этом полете нашим... 2024 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи, а республика Саха-Якутия объявила год детства. Это, конечно же, в первую очередь... ...могут послужить коренные народы, хранители культурных традиций, предков и редких языков. Они сохраняют баланс природы, опираясь на обычаи своих предшественников. Желаем участникам игр удачи, вдохновения, побед и личных рекордов. В рамках Игр Дети Азии стартовал шестой международный форум юных олимпийцев, который ежегодно проводит Олимпийский комитет России. Впервые он проходит в столице нашей республики. В форуме участвуют 250 спортсменов из 24 стран мира. Подробнее расскажет моя коллега Екатерина Павлова. Первый форум юных олимпийцев состоялся 1 июня 2018 года. С тех пор количество участников мероприятия постоянно увеличивается, а программа становится более разнообразной и практико-ориентированной. Мы в большей степени проводим мероприятия образовательного характера и мотивационного. К нам подключились наши прославленные спортсмены, чемпионы, спортивные руководители. И вот такая передача опыта, она в принципе всегда характерна для спортивной отрасли. И в этой части, конечно, безусловно, для того, чтобы дать советы нашим самым юным олимпийцам, мы приглашаем наших прославленных спортсменов. Проведение международного форума юных олимпийцев в Якутии подчеркивает важность сотрудничества в развитии олимпийских видов спорта и поддержке молодых талантов. 25 иностранных команд, которые приняли участие, это большой показатель интереса мирового сообщества к нашим играм. И, конечно, все азиатские команды, которые нашего континента присутствуют, это подчеркивают очень представительные составы многих государств. И некоторые команды превышают 150 человек, 150 спортсменов, участников. Для нас, конечно, это очень приятно, значимо. В рамках мероприятия юные атлеты смогли услышать историю успеха олимпийских чемпионов из первых уст, задать свой вопрос и спросить совет у выдающихся спортсменов легенд спорта. Конечно, отрадно здесь присутствовать, видеть эти счастливые лица детей, родителей, взрослых, видеть их стремление реализовать себя, быть лучше. Но почему я говорю, что за такими фестивалями будущее? На разных площадках форума для юных спортсменов были организованы специальные станции инновационного центра Олимпийского комитета России, где все желающие смогли оценить свои спортивные навыки, в том числе скорость реакции, выносливость, силу. Интересно было посмотреть на силу прыжка, на легкое отличие, на стелосложение. И на форуме очень было интересно услышать от олимпийских чемпионов. Шестой международный форум юных олимпийцев продолжит свою работу в Якутске до 30 июня в спортивной деревне Игр Дети Азии. Екатерина Павлова, Сергей Шипачев, Якутск. Начались соревнования по одному из самых изящных видов спорта, а именно по художественной гимнастике. В течение трех дней юные спортсменки будут выступать по пяти направлениям. Подробнее в сюжете Вероники Таюрской. Изящество, красота и грация сошлись на помосте спорткомплекса «Дахсун». Гимнастки показали квалификационные, групповые и индивидуальные выступления. Всего по художественной гимнастике выступает 75 спортсменок. Сегодня прошел первый день соревнований. Девочки в групповых упражнениях показали свою подготовку в обручах. Я хочу похвалить вторую нашу сборную, которая сегодня выступила без погрешностей, без серьезных ошибок. Мы сейчас девчонок настраиваем на завтрашний день. Тренерская работа всегда очень важна. Вместе со своими подопечными они разделят горечь поражений и радость побед. Я пришла вообще к тренерству, осозная, что я должна делиться своим опытом с детьми. Потому что это очень ценно для них, во-первых. Во-вторых, я считаю, что каждая гимнастка может вообще преодолеть себя и сделать просто невероятным. Даже спортсмены республики, правда, могут выйти на любой уровень. Я в это верю и я это мучаю. Юные спортсменки из Сибирского федерального округа усердно готовятся к выступлению с булавами. Ведь уже завтра они выйдут на помост и покажут свое мастерство. Тренировки длились целый день, потому что это очень серьезные соревнования. Мы к ним готовились очень долго. Мы выступаем групповым. У нас 6 человек, 4 человека – это основной состав и 2 запасных. Вот сегодня мы выступали первый вид, опять обручили. Надеюсь на хорошее выступление. Надо очень сильно подготовиться, чтобы выйти сделать всю программу. Усердно мы работали много, каждый день готовились к этим стартам. Для нас это очень важно. Были ошибки, постараемся их исправить в следующий раз. Тут очень комфортная обстановка. Старалась, сделали прогоны, очень много работали. Здесь тоже перед выходом надо было бы готовиться очень-очень хорошо, чтобы выйти и сделать все на максимум. Завтра гимнастки выступят в упражнениях с булавами. И уже вечером кто-то из них станет призером и победителями восьмых игр «Дети Азии». В субботу же состоятся заключительные индивидуальные и групповые соревнования. Отличившихся спортсменов также наградят медалями. Роника Таирская, Станислав Потапов, Якутск. Именитые спортсмены дали мастер-класс по борьбе перед играми «Дети Азии». Известные атлеты Сакши Малик из Индии. Александр Богомоев, чемпион Европы по вольной борьбе, показали парочку специальных приемов. Каким именно техникам они обучали, расскажет Дарья Короленко. Сакши Малик, чемпионка четвертых игр «Дети Азии», бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряная и бронзовая медалистка «Игр Содружества», рассказала о своей истории успеха и ответила на вопросы юных борцов. Я очень рада и счастлива быть здесь по определенной цели. Моя миссия – мотивировать детей, потому что спорт очень важен для нас. И для меня, как олимпийской чемпионки, большое счастье быть здесь и мотивировать детей. Основная задача у спортсменов вольной борьбы – это уложить противника на лопатки. Им заработать максимальное количество баллов. Основными приемами являются броски, захваты и перевороты. Александр Богомоев – участник третьих игр «Дети Азии» и чемпион Европы 2020 года. Он провел для ребят мастер-класс. После общей разминки дети разобрали приемы борьбы. Богомоев отметил, что в первую очередь юным спортсменам необходимо следить за дисциплиной, слушать тренера и, конечно же, ставить большие цели. Секреты – это, я думаю, примеры, на которых мы растем. И чем больше примеров именно твоих земляков, именно с твоей родины, таких примеров, если есть много, это для детей какая мотивация. В первую очередь это вот на примерах они как начинают думать. Вот он смог, значит, я тоже смогу. В мероприятие приняли участие около 70 воспитанников спортивных школ Якутии. Атмосфера была наполнена энергией и энтузиазмом, а участники получили уникальную возможность – перенять опыт и знания от выдающихся спортсменов. Мне больше всего запомнилось то, что мы проходили. Мне очень гордо смотреть на то, что я понимаю, что понимает такой великий человек. На мастер-классе также присутствовали тренеры сборной Казахстана и Узбекистана, которые специально прибыли на мероприятия, чтобы затем передать полученные знания своим сборным перед предстоящими соревнованиями игр «Дети Азии». Хорошо посмотрели, сейчас на камеру сняли. Можно применить, можно много чего, можно было научиться у него. Вот сейчас пойдем дома, поработаем над этим. Надеемся, что в будущем будем применять эти атаки, контратаки, защиты, проходы, мельницы. Благодаря таким мероприятиям юные таланты Якутии и других стран получают уникальный шанс перенять опыт лучших спортсменов мира и мечтать о собственных больших победах. И это только начало. Кто знает, возможно, именно сегодняшние юные борцы станут следующими олимпийскими чемпионами. Дарья Короленкова, Григорий Охлопков, Якутск. Игры «Дети Азии» – это не только соревнования, но и знакомство с культурой и историей Якутии. Для спортсменов предусмотрено множество выставок и экскурсий. Также для гостей представят спектакли, передающие всю полноту якутского фольклора. Одними из мест стали Музей археологии и этнографии, а также Музей мамонта. Подробнее расскажет Тимур Калмогоров. Начиная с эпохи камня в Музее археологии и этнографии показана история становления народа Саха с момента его появления и расселения по Якутии. Участникам показали быт, национальные одежды и приспособления разного времени. Наш музей занимает три этажа. Первый этаж посвящен эпохе палеолита, древнему каменному веку. Второй этаж – это неолит, новый каменный век. И третий этаж – коренным народом, живущим в Якутии. Больший интерес среди экспонатов музея у спортсменов, конечно же, вызвал скелет древнего родственника слона. Здесь, в музее мамонта имени Лазарева, находится один из уникальнейших экспонатов Якутии – Чакуровский мамонт. Самку нашли в июле 1960 года. Уникальность данных останков заключается в том, что скелет мамонта найден практически полностью, а вместе с ним шерсть, части шкуры и содержимое его желудка. Спортсменам-участникам из Азербайджана было в новинку видеть огромные останки мамонта, когда-то ходившего по ледяным землям Якутии. Я, если честно, ничего не слышала, и о мамонтах тоже. Я слышала о городе Якутии, только о мамонтах нет, то есть никогда не видела и все такое. Я слышала то, что тут очень холодно бывает зимой, тут жили мамонты. Сборные Азербайджана за два дня освоились и уже вовсю проходят тренировки, тщательно готовясь к предстоящим спортивным мероприятиям. При этом, помимо соревнований, они приобщаются к культуре республики. Нам очень понравилось, люди очень гостеприимные, все улыбаются, радуются. Мы тоже очень рады здесь быть, представлять нашу страну. Условия очень хорошие, питание сделано с учетом нашей национальной кухни. Расположились хорошо, тоже все хорошо. На протяжении всех игр «Дети Азии» спортсменов будут ждать не только соревнования, но также общение со сверстниками из разных стран и знакомство с историей родины игр – Якутии. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Идем далее. Уникальную выставку «Музыка Азии» открыли в рамках культурной программы «Игр Дети Азии» в музее и центре хамуса народов мира. В экспозиции представлено разнообразие музыкальных традиций народов Азии. Также в музее организуют мастер-классы игры на хамусе от Туяры Жирковой, Айсена Де Лохова и Алены Платоновой. А 1 июля состоится концерт хамусистов республики «Музыка дружбы» на площади Рженикидзе. Посетители выставки знакомятся с более 20 музыкальными инструментами Индии, Китая, Японии, Монголии, Таиланда, Тибета и других стран. Выставку «Музыка Азии» можно посетить до 10 июля. Пути расширения международных связей в цирковой индустрии В рамках международного фестиваля «Мамонтенок» в Якутске состоялся форум. В мероприятии приняли участие представители Беларуси, Китая, Вьетнама и других азиатских стран. Участники обсудили сотрудничество между цирками. Хорошим опытом отметили обучение якутских детей в Китае. По словам директора государственного цирка Якутии Сергея Растрагуева, при наличии финансирования отправится четвертая группа циркачей на обучение в Поднебестую. Вопросы заполненности зала также волнуют циркачей, поэтому участники не обошли стороной и вопросы качества программ. В 2018 году ваши артисты приезжали на новогоднюю программу. И это было что-то невероятное. Наши зрители были просто счастливы увидеть вот это все действие, которое вы, ваши артисты, предложили нашим зрителям. И представьте себе, за один месяц мы тогда отработали 71 представление. Это буквально фантастическая цифра. И полосу просто заполняю зала. Писатели, критики и библиотекари собрались сегодня на площади Рженикидзе. Проведена первая международная ярмарка «Книжный ветер». Подробности в сюжете Александры Котельниковой. Глаголом «Жги сердца людей» традиции, заложенные классиками, продолжают потомки. На ярмарке «Книжный ветер» представлены произведения современных писателей. Одно из них – этническая фэнтези, основанная на якутской мифологии «Солнце в селках» за авторством Марины Сычевой, писателем из Кемерово. По ее собственному признанию, источником вдохновения послужила песня любимой группы. «Знаете, наверное, мне просто близка культура вот эта северная, тайга бескрайняя, морозы. Я же тоже сибирячка. И вот как-то так случилось, что герои поселились там. Мне кажется, это не всегда от меня зависит, это чаще от них зависит. Но это сподвигло меня познакомиться с вашей культурой и полюбить ее по-настоящему. Поэтому я безумно рада, что я здесь оказалась сегодня и могу посмотреть на то, о чем писала воочию». Ярмарка «Книжный ветер» несет пользу для детей и подростков. На мероприятии не только дети, но и их родители могут приобрести книги от девяти издательств на разные интересующие темы. Также на лавках можно попробовать поиграть в разные интеллектуальные и настольные игры. На ярмарке «Книжный ветер» можно найти и попробовать поиграть во множество авторских настольных игр якутского производства. На данной стороне можно найти игры якутского производства, кискильпрудетского и также их приобрести. Также, кроме общедоступной, проходит и профессиональная программа в смарт-библиотеке, где проходят мастер-классы по направлениям деятельности, стратегическая сессия и нетворкинг. Очень правильным инструментом к формированию системного мышления является как раз-таки чтение. Чтение дает возможность развития фантазии и формированию видения в целом. Поэтому надо приучать детей к правильным привычкам. Ярмарка стала местом встречи любителей книг. Здесь они могут не только найти множество произведений различных авторов, но и обменяться мнениями. Также это возможность привлечь к чтению людей, которые до этого чтением не увлекались. У нас открывается профессиональная программа. Она направлена на библиотекарей, издателей и писателей, в которые мы будем обсуждать подростковую литературу проблемы, о том, как заинтересовать подростков книгой, какие это должны быть книги. Книга в традиционном виде есть и будет. Люди не могут существовать без воображения, и многие хотят делиться своими идеями и придуманными сюжетами. Также всегда хочется надолго сохранить интересный и важный для каждого сюжет, неважно фантастика или что-то из реальных событий. Книга и любовь к чтению никогда не исчезнет. Александра Котельникова, Юрий Осипов, Станислав Потапов, Якутск. Творческий проект «Фанфары детского спорта» стартовал в Якутске. С сегодняшнего дня слух горожан будут радовать ритмичные звуки трубы и меланхоличные мелодии саксофона. В проекте примут участие Духовое общество имени Валерия Халилова и Государственная филармония имени Галины Михайловны Кривошапка. Музыканты фестиваля исключительно победители и лауреаты международных конкурсов. Кроме этого, духовой оркестр Лена Ривербресс будет сопровождать церемонии награждения спортсменов на играх «Дети Азии». Фестиваль этот мы назвали «Фанфары детского спорта». Мы связали то, что происходит сегодня в спорте здесь. Сегодня на несколько дней это столица детского спорта в нашей стране. Ну и, конечно, музыканты-духовики не могут остаться равнодушными, не могут принять участие в таком большом фестивале. Самое главное, что люди, которые сегодня пришли на концерт, посмотрите на их лица, они улыбаются. Они улыбаются тому, что на улице звучит музыка, они улыбаются тому, что юные музыканты на сцене и очень хорошего качества. Такие фестивали духового, что проводят по всей стране, мы бываем несколько раз в год в разных регионах Российской Федерации. Десятый юбилейный конгресс народов Приморского края завершился во Владивостоке. События в Академии исполнительного искусства на русском острове посетили творческие ансамбли, диаспоры и представительства всех национальностей региона. В программу конгресса вошли семинары, научно-практические конференции и сессии, посвященные сохранению культурного наследия народов России. Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных тем государственной и национальной политики. Якутия на конгрессе выступила с докладом, а также показала национальные настольные игры. Мы надеемся на то, что так агурта представителей Якутии, которая живет в Владивостоке, будет активно участвовать во всех мероприятиях Ассамблеи народов Приморского края. И мы сейчас действительно разворачиваем эту работу на более высокий уровень общественно-государственный. Поданы документы на регистрацию этой организации, в которую предыдущая общественная вольется. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.